Юлия работает продавцом мороженого с начала мая. На торговую точку Улипок приезжает на велосипеде. Говорит, транспорт никогда не закрепляет замком. Он всегда у нее в поле видимости. Да и людям привыкла доверять. Когда я стояла спиной, подошли ко мне две девушки с ребятишками, обратившись ко мне, сказали, что не ваш велосипед уезжает. Я когда обернулась, увидела, что мужчина катит мой велосипед уже в сторону Соборной. Юлия оказалась не из робкого десятка. Начала преследование. При этом громко кричала и звала на помощь. Злоумышленник тем временем уже сел на велосипед и ускорился. На просьбы догнать вора среагировали сотрудники городского полка патрульно-постовой службы. 7 числа мы заступили на охрану общественного порядка на улице Волжской. И у парка Липки мы услышали, как женщина прочит о помощи. Она к нам обратилась, пояснила, что неизвестно, отобрала мне велосипед. Мы побежали за ним. На наши просьбы остановиться он не реагировал. Преследование велосипедиста закончилось на Московской. Там злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний житель Ленинского района. Мужчина, ранее судимый за кражи и грабеж, рассказал свою версию произошедшего. Напротив ларка сидел в кафе. Ну, был выпенчивый. Ну, увидел велосипед, решил прокатнуться, хотел сделать кружок и обратно поставить. Меня задержали полицейские. Дурак пьяный. Пьяный дурак. Просто надо было либо подойти и спросить, а лучше вообще ты, как говорится, пьяный за рулем не садиться. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 Уголовного кодекса. Управление МВД России по городу Саратову просит жителей города не забывать об элементарных мерах безопасности, которые помогут сохранить ваши имущества. Первый из которых – закреплять велосипед замком, даже если оставляете его на несколько минут. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов.